Чемпионский бой до 70 килограмм Гарольд Горилла Шалайф против Мартина Лютера Джуаря, на чего нам ждать от данного противостояния, а также какой прогноз на бой. Все это прямо сейчас. Так, дамы и господа, нас с вами ожидает ярчайшее титульное противостояние в весовой категории до 70 килограмм Хардкор Файтинг. На данный момент ориентировочная дата проведения поединка у вас на экране, но я бы сильно не рассчитывал на эту дату, так как по опыту скажу, что они постоянно меняются. На данный момент весовая категория 70 килограммов стоит таким образом, что Мартин Джуарян является в ней чемпионом, а Гарольд занимает третью позицию после Климова и Александра. Интересен тот факт, что букмекеры выставляют фаворитом претендента на пояс Гарольд Дашалаева с коэффициентом 1.76, а чемпиона выставляют андердогом с коэффициентом 1.94. Но так ли это на самом деле, мы с вами постараемся разобраться в этом выпуске. Сразу хочется отметить, что свой последний бой Джуарян провел еще в марте, когда забрал в реванше пояс у Климова, и с тех пор не бился, так как залечивал травму. А Гарольд с того времени успел провести три поединка, и в последнем уступил Самату в 1.4 гран-при второго сезона. Оба парня работают в левосторонней стойке, и что самое главное, на рабочей дальней дистанции. Это уже дает преимущество Гарольду, так как он выше, и размах рук у него больше. Плюс скорость и точность Гарольда действительно выше, чем у Мартина, и это видно даже на видео невооруженным взглядом. Повторюсь, у обоих парней рабочая дистанция дальняя, но при этом Гарольд Шалаев выше, размах рук у него больше. Он скоростнее и он точнее. И это все в совокупности дает огромное преимущество в работе на дистанции. Плюс Мартина Джуаряна в том, что он всегда академично держит руки у головы, чего явно не делает Гарольд, который постоянно работает с опущенными плечами и руками. Но он нивелирует это тем, что прекрасно работает оттяжкой корпуса, после которой всегда быстро контратакуют, что я уверен, будет делать и в этом бою, и это будет залетать. Но тем не менее, риск пропустить с опущенными руками всегда повышается. Плюс еще один непонятный момент, как себя проявит Гарольд Шалаев в чемпионских раундах. Ведь все-таки Мартин моложе Гарольда на 7 лет, плюс он уже бился в пятераундном поединке, а Гарольд нет. Ну и на этом какое-либо преимущество Мартина Джуаряна заканчивается. Ты с таким большим трудом забрал пояс у армейца. Ну то есть у вас даже еще один бой был дополнительно. Не кажется тебе, что Гарольд, ну не на уровень, а даже на два уровня выше армейца? Не страшно пояс потерять? Я не думаю, что, допустим, если армеец подерется с Гарольдом, ему это очень легко дастся. Я даже уверен, что это дастся нелегко. Гарольд это очередной хороший соперник для меня, но ничего такого, чего я там в жизни не видел и с чем я не встречался. Ну а Б покажется. И вопрос из зала действительно хороший, ведь Гарольд Шалаев действительно намного выше уровнем, чем армеец, конкретно в кулачке. А Мартину дался армеец далеко не легко. Если честно, когда я узнал о этом бою, то я конкретно думал, что выиграет Мартин и это будет легко. Но пересмотрев все бои, я понял, что это абсолютно не так. Гарольд Шалаев имеет намного больше шансов выиграть в данном бою. Я бы дал примерно 70 на 30 в пользу Гарольда. Пишите свои прогнозы в комментариях. Я все читаю, все вижу и мне действительно это интересно, как думаете конкретно вы. Подписывайтесь на канал, дамы и господа, ставьте лайк и до встречи.